В эфире программа «Жить страшно» или «Страшно интересно». Сегодня у меня в гостях Анна Анатольевна Семенова, джотиш-гуру, ректор Московской школы нумерологии и хиромантии-островед. Здравствуйте, Анатольевна. Здравствуйте. И сегодня я бы хотел поговорить о материальном прогрессе в астрологии. В наш мир ворвался компьютер, и теперь астрологи делают свои вычисления не на бумаге карандашом, а на компьютере. Но ведь получается, что это не астролог делает вычисления на компьютере, а компьютер делает вычисления за астролога. Можно ли вообще доверять таким вычислениям, таким астрологам, такой астрологии? Ведь получается, что тот, к кому приходит человек за вычислениями, сами-то вычисления-то и не делает. Делает какая-то бездушная машина. Не получается ли бездушная астрология теперь в этой ситуации? Есть такой момент, действительно такая проблема. Но это не везде. Допустим, в таком разделе астрологии, как хиромантия, компьютеры ничего не вычисляют. Мы видим карту руки. Но в некоторых разделах астрологии, где требуется составление карты, где требуется на звёздное небо посмотреть, в телескоп, которого нет, да и, собственно, нет возможности к нему как-то попасть, используется сейчас компьютер. Проблема действительно стоит в чём? Но первый момент в том, что компьютерная программа, безусловно, составляли очень продвинутые профессиональные астрологи. Но, конечно же, это бездушная программа, то есть что там есть? Есть просто какие-то вычисления непонятные и есть некое описание. Поэтому, если астролог сам ничего не умеет, то есть он даже не знает, как устроено звёздное небо, не знает каких-то элементарных понятий астрономии хотя бы, где какое созвездие расположено, где планеты, как они располагаются. Даже иногда астрологи такие не знают, ну, собственно, какая планета быстрее движется, какая медленнее. А это всё в астрологии имеет очень большое значение для вычислений. Так всё-таки продвинутые астрологи составляли эту программу или продвинутые программисты? Ну, и астролог, и программист. Обычно это астролог, который ещё и программист, и поэтому он там сам составляет и продаёт её. И, естественно, зарабатывает на этой программе. Но дело не в этом. Дело в том, что проблему вы обозначили правильно. Если астролог сам не может составить гороскоп, не прибегая к компьютерной программе, тогда это не астролог. Получается, есть кто-то ещё. Вот я пришёл к вам, есть я, есть вы. Есть кто-то ещё за этим компьютером, который делает эти вычисления. Кто он, этот человек? Мы его не видим. Ну, это чей-то ум. Ум какого-то астролога, который программу придумал. Естественно, ум не без ошибок. Поэтому во всех программах всегда они присутствуют. Если астролог не может перепроверить то, что программа говорит ему, тогда это большая проблема. Слишком много ошибочностей. Сам астролог может ошибаться. Может ошибаться астролог, который хотел составить эту программу. Может ошибаться программист, который что-то там составлял. Кто угодно мог ошибиться, и все эти ошибки вместе складываются. А потом человек получает какой-то вот такой совет. Но получается, что да. Что у нас такая очень длинная цепочка испорченного телефона получается. Слишком много людей. Да, слишком много посредников. И каждый из них какую-то степень ошибочности своей кармы несет и вкладывает. Поэтому в итоге может получиться довольно серьезная погрешность. Поэтому в любом случае, чем бы мы ни пользовались, мы должны уметь сами делать расчеты без использования каких-то вспомогательных компьютерных технологий. Вот если мы это умеем, тогда ладно, мы можем воспользоваться чем-то когда-то, какой-то программой, мы можем перепроверить, если сомневаемся. Почему это важно для астролога? Потому что когда именно сам процесс расчета, сам процесс наблюдения, он позволяет ему погрузиться в такую глубокую медитацию, на карму клиента, и эту карму увидеть. То есть она именно раскрывается в процессе вот этой вот медитации, работы в процессе вот этих расчетов. Ну вот и вопрос, на что медитирует современный астролог? Он же должен медитировать на связь макрокосмы и микрокосмы. А в случае компьютерной астрологии получается он медитирует на материнскую плату, на жесткий диск, на оперативную память. На что он вообще медитирует? Я боюсь, что пока программа считает, ни на что. Просто идет и пьет чай. Вот поэтому, а уже медитирует на результат, который получен на компьютере. Читая и пытаясь понять, как это клиенту представить. Так или иначе. Само то, что выходят вот эти обновления компьютерные для программ, это не вызывает каких-то сомнений? Как это обновление? Что там в космосе, что-то поменялось, там планету добавили? Ну обновления, это как правило баги исправляются. Поэтому они там постоянные, поэтому все это обновляется постоянно. Ну да, то есть если есть обновления, значит то, что было до этого, все неправильно. Надо вызывать этих людей, которые приходили на консультацию, им говорить, извините, вышло новое обновление, у вас на самом деле не Луна, а Марс. Поэтому будем жить по-другому. Вам надо не жениться, а разводиться. Но ошибки постоянно находят. Все обновления связаны с тем, что что-то корректируется в программах. Да, факт. Поэтому, но если так утрировать, то можно и так сказать. Мы можем получить карту, которая в каких-то таких тонких вещах, она неправильно была составлена. Получается, слишком далек современный астролог от космоса. Да, далек, в этом проблема, да. В этом проблема, то есть это не совсем даже, это какой-то такой астролог, компьютер тогда. Астролог, астролог просто интерпретатор. И все. Ну, видимо, вера какая-то должна быть в компьютерные программы, раз все это сейчас так популярно. Как без веры-то в это жить? И тот, кто приходит на консультацию, он должен верить в эту компьютерную программу. И астролог должен верить в эту компьютерную программу. И тот, кто написал эту компьютерную программу, должен верить в свою компьютерную программу. Вопрос, где здесь вера в саму астрологию? Непонятно. Я не могу на него ответить. Потому что не знаю, где здесь вера. Даже я не уверена, что верят в компьютерные программы. Просто пользуются, и все. Все пользуются, и я пользуюсь. есть несколько популярных программ, которыми все пользуются. И даже если астролог идёт в какую-то школу, то там тоже изучает то же самое компьютерную программу. Одна школа одной пользуется, не буду называть, чтобы не рекламировать, другая другой, третья третья, каждый свои. Но так или иначе с компьютером мы имеем дело. Раньше астролога как учили, давали телескоп, он наблюдал, он пытался составлять карту, сам учился. Ты должен просто правильную дату и время ввести. Понятное дело, что ты изучаешь терминологию, чтобы понимать, что это, но ты сам не рассчитываешь. Знаешь терминологию, вводишь данные, программа занимается медитативным процессом расчета, и ты потом его интерпретируешь. Ну так вот, современная астрология. Хорошо, попытаемся добавить немного плюсов. Не является ли та самая хиромантия последним спасением в наше технократическое время от этого вот засилия компьютеров, потому что все-таки рука живая, руку надо видеть, на руке реально видна эта связь макрокосма и микрокосма. Не является ли вот это последней надеждой для астролога, чтобы хоть какую-то связь с реальностью это сохранить? Действительно, на ладонях все можем видеть. Карта, причем карта, которая меняется с течением жизни. Есть одна проблема, чтобы видеть реально руку, клиент должен быть рядом, напротив сидеть. Сейчас очень модное онлайн консультирование. Вот с этим тут уже возникают некоторые проблемы. Опять-таки это компьютерное засилие. Даже человек может на камеру показывать руку, но трудно, потому что видеопомехи. Не всегда можно понять, что же там все-таки на руке происходит. Поэтому лучше всего, конечно, личное консультирование. И тогда хиромантия, она единственная наука, которая вот может нам в этом плане помочь без компьютера. Есть еще нумерология, которая тоже довольно проста, и астролог может обходиться без компьютера. Все эти вычисления, которые там требуются, там они есть, но они не настолько мега сложные, чтобы он не мог это с ручкой из бумажки сделать. Поэтому вот две системы. Правда они в наше современное время, так скажем, в тени находятся, в тени натальной астрологии находятся. Потому что она более сложная, а значит более крутая. В чем парадокс? Почему тянет на более сложное, когда можно более простым методом пользоваться? Потому что умы у нас очень сложная, это гордость. Если я знаю что-то сложное, значит я... Кто это может оценить? Человеку это нужно решение, а человеку, который приходит на консультацию, ему просто нужно решение, просто нужен ответ. Он же не оценивает, насколько сложную систему изучает астролог. Я думаю, что клиенту действительно все равно. И клиент не интересуется, какой у тебя вид астрологии особо. Но астрологам не все равно почему-то. Вот сейчас наиболее популярное... Какое-то осквернение гордыни. Это осквернение гордыни, скорее всего. Но вот с сложностью такой вот, как это Муни говорит, человек Муни, это человек, который любит сложности. Хорошо. Насколько современному человеку легко обучиться хиромантии? Сколько лет на это уходит? Не будет ли это потерянным временем? Может действительно с компьютером все проще? Зачем тратить свое драгоценное время на вот эти, скажем так, как может показаться устаревшие натуральные технологии? Может компьютер действительно просто все облегчает? Ну я думаю, что в любом случае, если астролог ориентируется только на знаковую систему, в любом случае все это трата времени бесполезна. Поэтому даже если мы изучаем хиромантию первое, мы должны все равно под это философский базис, духовный базис подкладывать под хиромантию. Потому что даже если астролог будет изучать руку, но он будет смотреть только на знаки, а не на клиента, он клиента не поймет и карма его не поймет. Поэтому не важно, что мы там учим. Большинство астрологов о духовной составляющей не думают, поэтому все равно минус. Но если мы думаем о духовной составляющей и думаем, какую знаковую систему именно выбрать нам, то хиромантия, не скажу, что это за месяц, за два можно понять. Можно изучить все знаки, но все равно нужна практика. Практика это реальные люди, это не какие-то компьютерные персонажи, типа гороскопов Сталина, Ленина, Чайковского. Потому что часто натальная астрология изучается по гороскопам извеченных личностей, просто разбираются они. Это реальные руки, нужно постоянно смотреть, присматриваться, нарабатывать видение знаков. На это уходит определенное время, но правда уже в процессе консультирования. Это можно начинать, потому что если ты знаешь базис, ты уже можешь начать консультировать и уже нарабатывать свой опыт консультативный. Так или иначе, в любом случае есть учителя, есть у кого спросить. Если школа хорошая, если там дают ответы, студенты поддерживают, то проблем нет. При хорошем обучении сколько времени? Год, пять, сто? Ну я могу про себя сказать, в принципе это не так быстро произошло, когда я вот начала так ясно видеть, да, руку, ну года три, наверное, консультации. Когда уже я себя так уверенно начала чувствовать. Ну три года это немного. Ну это не тридцать лет. Институт шесть лет. Не тридцать лет, да. Три года это половина. Это три года, когда практика постоянная, когда ты руки смотришь постоянно, когда ты, даже если ты не консультируешь, ты все равно смотришь руки. Потому что каждый день мы общаемся с большим количеством людей, мы их смотрим. Видимо у каждого астролога еще и по-своему как-то видение открывается. Немножечко плюс-минус пять лет. Я думаю, да. Ну скорее плюс, да, то есть от трех до семи, да, можно так сказать. Нормальное обучение. Нормальное образование, которое требует своих пяти, семи, десяти лет обучения. С точки зрения практичности, не кажется ли вам, что именно хиромантия как раз это самый практичный вариант астрологии? Почему? Ведь дату рождения мы при встрече с человеком не узнаем. Это просто не принято, особенно если это женщины спрашивают у нее дату рождения. Но руку мы видим всегда, мы пожимаем руку, рука всегда на виду, так или иначе мы видим ее, это некоторая визитная карточка человека. А значит, понимая основы хиромантии, мы можем это реально использовать в своих повседневных отношениях. Карту мы не можем составить, глядя на человека, дату рождения не можем узнать. Но рука это единственное, что, собственно говоря, у человека есть перед нами, перед глазами. И тогда получается, что это каждому будет интересно, каждому будет полезно, это будет очень практично. Я поняла, о чем вы говорите. Действительно, если брать не только тех, кто хочет стать именно астрологом-консультантом, а именно говорить о практичности для всех, в деятельности, в семейной жизни, в работе, чтобы мы понимали, как с этим человеком общаться, действительно рука очень практична. Достаточно. Поэтому для всех, кому интересно само по себе астрология, для тех, кому интересно что-то узнавать новое, получать отношения с окружающими нас людьми, для них, наверное, это будет большим подспорьем к хиромантии. Факт. Должно помочь во взаимоотношениях. Может помогать, если правильно, конечно, пользоваться этим инструментом. Не для этого ли носили перчатки раньше? Я думаю, для этого, да, тоже в том числе. Особенно женщины. Особенно женщины, да. Раньше, в принципе, было не принято снимать вне семьи перчатки. Ну и известные личности даты свои скрывали, и женщины носили перчатки, да, чтобы слишком много любопытных глаз и носов не проникало в личную жизнь. По любой части тела можно понять карму человека, природу его. Также и лицо тоже закрывали. По лицу можно, физиономика есть, да. Есть такой. Вуаль называют. Верно. Как раз вуаль состоит из тоненьких ниточек, и эти тоненькие ниточки создают тени, и сами ниточки, и уже ни линии, ничего невозможно увидеть, невозможно понять, ни контуры, ничего. В каком возрасте вообще изучается хиромантия, какого вообще возраста больше всего студентов, есть ли вообще какие-то возрастные ограничения, как это связано с жизнью человека? Ограничений как таковых нет, прямо от запретов, да? В 60 лет можно начать изучать хиромантию. Изучать можно в любом возрасте. Важно понимать полезность и важность, и как вы будете применять это на практике. Но, конечно, лучше раньше, чем раньше, тем лучше. Лет с 25-ти, с 20-ти. Студенты в основном среднего возраста. То есть это от 30-ти и до 50-ти, скажем так, основной контингент школы. Но есть и младше, и постарше. Но не так много. То есть в основном идут те учиться, кто уже близко к кризису среднего возраста где-то, уже разум включенный. Поэтому хочется как-то расширить грани своего сознания. Когда ничего не помогло, начинаем искать в космосе. На Земле ничего не помогло, ищем ответы в космосе. Ну, похоже на современную науку. На Земле не можем решить наши проблемы, надо лететь на Марс. На Луну, на Марс. Астрология – это такой вот тоже, видимо, похожий вариант решения. Тонкий полет, да. Ну, принцип тот же. Как вообще проходит процесс обучения хиромантии? Что это такое? Как это в реальности происходит, в жизни? Что делает студент? Какие он знаки получает? Как он видение себе открывает? Что это за процесс такой? Что это? Какие-то руки у вас есть? Уже готовые, заготовленные? Что это? Каков процесс? Теория и практика. Теория, конечно же, включает в себя выполнение домашних работ, изучение рук окружающих студентов и людей. Родные, близкие. Родные, близкие, знакомые, коллеги по работе. Кошки, собаки. Там мало что можно изучить. Ну, в общем, все, для кого студент дотянется. У кого-то много. Вот тут как раз зависит от того, насколько у студента большой коллектив. Насколько он может сам хорошо строить отношения. Насколько адекватный у него коллектив. Насколько он адекватный, да. Но это первый момент. Второй момент, конечно же, нужно лично встречаться. Всем студентам и преподавателям, потому что хиромантия, оно заочно не изучается. Все равно нужно, мы видим что-то свое всегда на руке. Поэтому студент должен встречаться с преподавателями, со старшими студентами и подтверждать, правильно ли он видит. И корректировать свое видение. Потому что преподаватель показывает, нет, вот эта линия другая. Поэтому обязательно у нас два раза в год ретриты проходят, на которых, вот именно очно, на которых нужно присутствовать. Иначе видение будет кривое. Оно будет по книжкам и опять же по интернету. Потому что многие руки студенты ищут в интернете примеры, там знаменитости всяких, пытаются изучать. Но это тоже все есть, конечно. Но опять же фотография это не живая рука. Фотография может быть там с ретушью, она может быть не того цвета. И понять точно тоже невозможно. Поэтому всегда есть какая-то корректировка личная с преподавателем. Сложно изучать полностью дистанционно. Хотя теорию можно действительно пройти на дистанции. Но практика, она вот должна быть все равно хотя бы иногда в присутствии. И как ваши родные, близкие, знакомые реагировали, когда вы обучались? Родственники все нормально, я у них руки посмотрела все. За ведьму не считали? Нет, нет. Не считали, я посмотрела, сфотографировала. Даже не спрашивали, для чего мне это надо. Знакомые тоже. Ну у меня такой, я общительный человек, поэтому много людей. На работе, на моей, когда я работала программистом, еще я тоже всех там пересмотрела, может быть кроме начальства только. Тоже было все в порядке. Какие-то знаки интересные? Были, да. Что самое интересное нашли у своих родных? Кто там скрытый миллионер? У родных не было знаков миллионера. Ну вот у нас в коллективе интересный момент. Одна моя коллега по работе подошла так хитро меня проверить и спросила, ну вот а сколько у меня детей по руке? Я посмотрела, говорю, ну у нас три ребенка, мальчика и две девочки. Вот она меня посмотрела, говорит, да, точно, ну правда, у меня действительно три ребенка, но два приемных, один свой. Я думаю, ну вот, я прошла тест. Ну, я встречала интересные знаки, конечно же, когда много людей смотришь, те, которые очень редкие. Допустим, четыре браслета, знак такой встречала, пять, пять там даже браслетов. Знак такого процветания довольно серьезного. Звезды там встречала в неожиданных местах, то есть удача, слава, да, означает. Иногда, правда, наоборот, но это ладно. Не будем глубоко погружаться. Хорошо, у вас какой самый интересный знак? У меня сильный Юпитер самый интересный знак. И мне это нравится, с крестами. И в чем интерес? Когда самый сильный холм Юпитера, это означает, что все другие негативные знаки этот холм закрывает. То есть он делает ладонь позитивной. Это самое важное, что вы узнали про себя? Это самое интересное. Мне это было очень приятно узнать, потому что у меня и трудности были в жизни, и какие-то ситуации возникали, но я была оптимисткой. Это знание решило какие-то проблемы? Да. И решило, и решает. И решает. Хорошо, каким образом вообще происходит поступление на обучение? Что для этого надо сделать? Сдать какие-то тесты, экзамены, высвать что-то? Какой процесс? Самое главное при поступлении очень сильное желание, конечно, помогать людям. Желание должно быть действительно сильным, потому что помогать людям непросто. Благодарностей не так много за помощь. Это такая трудная работа, довольно-таки психологически напряженная работа. Потом астрологии нужно всегда учиться. Астролог никогда не прекращает совершенствоваться. Он должен довольно высокий стандарт поддерживать и в духовной жизни. Иначе он перестанет видеть карму, опять же. Ну то есть это такое аскетично в каком-то смысле. И человек должен быть к этому готов. Человек не сдаёт каких-то технических тестов. Но он вот на это должен быть готов согласиться с этим внутренне. Для себя. Не для нас даже, для себя. Это такой первый момент. Ну и собственно, больше ничего не требуется. Единственное только варианты. Иногда студенты поступают вот именно для себя разобраться. Что-то, какую-то проблему семейную решить с помощью астрологии. Кто-то там на работе хочет как-то коллектив собрать. То есть такое более прикладное понимание астрологии тоже возможно. Почему нет? Астрология как инструмент может очень сильно помогать в принятии каких-то решений. Поэтому два таких момента, что я делаю, я выясняю мотив. Потому что бывает, что человек вездеход. Он уже везде поучился и к нам тоже пришёл поучиться. Но уже очень сложно переделать характер. Поэтому вот это вот есть такая вот проблема. Когда человек везде поучился. И как-то вот у него не движется. Поэтому он просто продолжает быть вечным студентом. Он так, скорее всего, и продолжит им быть. Но мы никому не отказываем. Если человек хочет учиться, хочет развиваться, пожалуйста. Проще говоря, надо позвонить вам, а вы поговорите. Ну, проще говоря, да. И скажете, как дальше действовать. Просто беседа, собеседование. Хорошо. На прощание один блиц вопрос. Если бы вы сейчас могли дать всего один совет начинающему астрологу. Вот какой бы это был самый важный совет от Джиотиш-гуру, от учителя астрологии, чтобы вот действительно вот самый-самый-самый важный совет, который всю жизнь будет спасать этого астролога. Быть очень стабильным в своей учёбе и никогда её не бросать. Что бы ни происходило, продолжать. Собственно, это совет смирения. Совет смирения ученика. Но это самое главное. То есть если мы сможем иметь смирение, мы сможем преодолеть всё. И в конце концов милость Бога прольётся, и мы станем видеть карму. Потому что не всегда видение открывается сразу. Иногда годы проходят. И нужно быть очень терпеливым и смиренным астрологом. Не надо быть гордым астрологом. Надо быть именно терпеливым и смиренным. Тогда всё получится. Понятно. У меня в гостях была Анна Анатольевна Семёнова, Джиотиш-гуру. Известный московский астролог-косультант. И это было страшно интересно. Спасибо. Продолжение следует...